так девочки всем доброе утро я как бомжиха если честно встала за 40 минут до сеанса у меня сегодня губы и не будут их корректировать то есть мне не будут накачивать больше мне просто будут корректировать короче вы посмотрите все я вам буду снимать у меня грязная опять голова как всегда как всегда давайте по традиции сейчас доброе утро день да день кстати фанфакт каждый раз когда куда-то опаздываю таксистом нужно заправиться так девочки я приехала клиника подружки девчонки заходим клиника называется подружки премиум прям как мы с катей подружки премиум все девочки сейчас я буду показывать всю процедуру поэтому пожалуйста слабонервным не смотреть что-то я не могу снимать и колоть эта жесть у меня что-то придешь мне через какое-то время мы тебе просто выведем то что мне не нравится скажите прямо скажите мастер-классе вот у кого нет сильно отека левая сторона видите как-то не мастер-классе вы камни от левого отека посмотрите левая сторона это еще отек спадет и будет вообще супер следующий раз приду будем берем но немножко корректировать вот эту вот часть чтобы она была такая же как вот это левая прошлую сторону могут неправильно кололи а вот то не сделал вот это смотрите как классно девочки смотрите сумка пришла из графе и сейчас я вам ее покажу это топский топ вот такая вот сумка я с ней пойду на день рождения на своем вот там очень много всяких расцветок если хотите оставлю ссылочку внизу а ты решила в чем ты пойдешь на день рождения да скоро придет сдал скину там кажется скажи так ребята сейчас 8 вечера мы с вами идем в пункт выдачи озон озон терпила в общем мы идем зачем за тем чтобы я забрала ошейник для моей собаки мы уже сегодня хотим ее вывести погулять но по моему еще не пришел свитерок потому что бассенджи это типа африканского нормальный свет бассенджи это африканская порода и им нельзя гулять в минус вообще без одежды но если там сейчас не окажется свитерка придется все-таки следующий раз выгуливать в общем посмотрим посмотрим как пойдет прикиньте все еще хуже оказывается пришел свитер но не пришел ошейник это очень жопа в таком случае мы реально не выйдем до завтра гулять ну да ладно зато сегодня можно посидеть дома и немножечко поселонить знаете кстати вспомнила такую тему видите вот эти вот ларьки я помню что раньше когда я с бабушкой ездила в храм можно потись мы постоянно покупали в таких ларьках всякие булочки пирожки я помню как бабушка мне всегда говорила лиза это как они называются переход это переход в переходах мы с мясом ничего не берем они своими хотел с мясом покупались я булочки с яблоком с ягодами ладно на самом деле спасибо бабуль что это у нас тут за маленькая девочка такая в свитере не не я держу а как на лапки натянуть ну вот так да растягивай его не переживай это для спортивный костюм спортивный adidas не нравится трейси иди ко мне трейси пойдем трейси все привыкла нет типа явно не нравится костюм трейси он этот гоша карцев в мире моды это топ-модель и он такой что на тебе надета одежду нужно покупать в говори джинс девочки это какой-то кошмар если честно потому что ну вот я вам показываю да свою губу сейчас раздуту потому что уже стесняться нечего короче я только что была в старбаксе ела там и я когда уже взяла еду разогрела думаю блять вот зачем я решила здесь поесть я же все будут смотреть но на эту губу раздутые думать что я идиотка так бы так и произошло на самом деле сейчас я вам расскажу что дальше было я короче саживаюсь начинаю есть снимаю маску и просто сидят две бабы рядом со мной справа и начинают прям вообще в наглую шептаться короче типа смотри не возможно они мне конечно узнали возможно суперзвезда но нет это вряд ли мне приходилось постоянно смотреть свою еду как будто она очень притягательная сексуальная я сидела такая чтобы никто не видел этого ну блять они главное сидели и думали вот дура накачалась и 5 миллилитров и думает что красотка ужас ужас блять ужас они нет ой 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 не стреляйте эти куклы на арбате постоянно так и норовят вытащите мне из кармана 100 рублей для фотографий с ними кстати говоря хочу рассказать одну интересную вещь возможно вы не подписаны на мой инстаграм я вчера рассказывала о том что я попалась на так называемый фишинг через авито это произошло я продавала там мамины сапоги и выставила стоимость 3000 и мне написала какая-то девушка якобы девушка о том что она хочет купить ботинки и не хочет воспользоваться авито доставкой на что я сказала да да окей она попросила мой номер мою мой адрес электронной почты я дала ей этот адрес мне пришло сообщение на mail о том что ваша доставка оплачена заказ оплачен так что ну то есть чтобы мне прислали да уже эти деньги на карту подтвердите получение средств я нажала на кнопку меня сразу же перенаправила каким-то образом на мой альфа банк и там было это введите код короче сообщения я ввела код и сообщения и вместо того чтобы мне зачислились эти деньги три тысячи они с меня снялись но фишка в том что почему я в это поверила во первых сообщение пришло четко от авито то есть там было написано авито собака яндекс точка ру с обито delivery я даже не удосушилась проверить их ли это адрес электронной почты а во-вторых там были прописаны абсолютно все данные то есть улица там город мажа иску лица та-та-та-та александра валерьевна то есть я вообще в этом подвох и не почувствовала но блять конечно в это вот видите код из sms меня должно было смутить да но не смутило так что да ребята вот к разговорам мошенниках вот это уловка у них она очень простая то есть схема вообще беспроигрышная как я вот как я думала я никогда не попадусь на такое потому что ну когда у тебя спрашивают код цвв не не цвв а знаете вот код подтверждения оплаты вот ты как будто находишься в каком-то астрале в прострации не понимая вообще что это мошенники то есть выглядит это же так как будто вот так и должно быть я также обратилась в альфа-банк и мне сказали что к сожалению вернуть средства можно только через полицию но я не пойду за 3000 в полицию потому что кто будет возвращать мне 3000 давайте посмотрим правде в глаза ну какой полицейский скажет о лизе мандрид нужно вернуть 3000 давайте конечно бросим сейчас все вот эти вот на ёбке а сбербанка где у людей снимали мошенники по 50 по 100 тысяч и поможем лизе мандрид да конечно а сейчас я вам расскажу еще более жуткую историю про бабушку мою который недавно чуть блять не грохнули из-за денег но я сейчас сейчас расскажу короче рассказываю моя бабушка пошла снимать деньги это было буквально неделю назад в банкомате сбербанк значит она не обращайте внимание на шишку из что это просто отек короче она приходит сбербанк снимает деньги а как она мне сказала крупную сумму поверьте мне для моей бабушки крупная сумма это реально крупная сумма то есть это не там не 5000 это реально блокает крупная сумма рядом с ней соседнем вот этому выдать терминале стоял мужчина который просто тыкал по экрану бездуманно то есть моя бабушка она супер бдительный человека реально вот она обращать внимание на все вот такие нюансы короче обратила на внимание на этого странного типа пошла в главное отделение сбербанка чтобы с ней ничего там не сделали в этом даже куточки взяла деньги и подождала пока он идет он ушел все хорошо бабушка думает все выдохнули выходит из отделения и видит какой-то стоит амбал огромной огромный мужчина широкоплечий бабушка сказала прям как будто кого-то из тюряги короче вот моя бабушка пошла по улице и смотрит он увязался за ней то есть он идет прям по пятам а она перешла дорогу он за ней дорогу не перешел шел параллельно то есть по одной стороне дороги моя бабушка по другой стороне дороги этот чувак в итоге бабушки все равно обосралась зашла в продуктовый магазин что вы думаете она прошла специально поэтому продуктовому в конец в конец зала чтобы проследить затем за действием этого чувака он пошел за ней стал в начале магазина то есть только открыл дверь встал вот в этом проходе стоит смотрит выглядывает что-то высматривает моя бабушка уже такая типа думает ну все тебе пацан пизда тебе она пошла там это булочки пирожки чтобы отвлечь до внимания чтобы он ничего не заподозрил что она его раскусила короче она стоит на кассе расплачивается за эти пирожки и сразу же за этим чуваком заходит тот чел который был в сбербанке вот тот подозрительный тип который просто тыкал по экрану банкомата блять и тут моя бабушка все такая пиздец она пытается позвонить моему деду который живет буквально там в пяти минутах от этого магазина у деду же и у бабушки в этот момент перестал работать телефон как она мне объяснила не знаю вот в этом этому я не знаю к сожалению верить или нет потому что бабушка могла себе также надумать но какой-то из этих чуваков достал такую странную штуку бабушка говорит она раньше никогда ее не видела но по телевизору про мошенников она смотрела что это специальный аппарат который типа отключает там на глушилки ставит прерывает связь телефонную вот не знаю так это было или нет но суть в том что телефон не не работал и тут она начинает на весь магазин орать продавщица говорит так вот эти мужики идут со мной от сбербанка помогите мне они хотят меня покрасить короче прикиньте продавщица сказала что она уже пять минут смотрит на этого тела который стоит просто в проходе как будто кого-то ждет и продавщица думала что он собирается что-то украсть типа она об этом сказала прям в голос чтобы он услышал пиздец и ушли они у них бабушка это них пятки заверкали еще так вообще бабушка там вообще начала типа позвоните в полицию говорит прям позвоните в полицию короче обожаю так на что у нас будет первая прогулка первая прогулка в твоей жизни мне кажется она сейчас опасится в лифте вот по закону подлости не то не дотерпит или в пятерочке минус стоит я в шоке девочки и она в шоке мы все в шоке так ребята глядя вот на такой вот закат я сейчас буду вам вещать короче к сожалению не смогла ничего снять потому что это было нереально она постоянно трое себе голова круг нас знаете как будто бы ты играла в ручеек между ног это было сложно и нужно было постоянно переносить через лужи потому что ей было холодно она дорожала она не смогла ходить в туалет мы будем ее приучать естественно к улице она пришла домой первым делом она пописала то есть выдержку у нее есть но но не та которая нам нужна вот пришла домой сейчас делаю голубцы здесь не уже сделала и вот жарю их голубчики мои трейси была в шоке от всех живешь от всякой живности на улице то есть собаки птицы для нее это что-то новое она такая вау я не одна такая в этом мире мне очень понравилась самой прогулка потому что мне давно не было такого что я вот гуляю и я настолько устаю от прогулки да причем кайфовая кайфовая усталость то есть я захожу в магазин я даже попросил или вы подождете меня на улице зашла в магазин купила себе мороженое понимаете мороженое вспомните кого в детстве вот гуляли на улице да и резко захотелось мороженого вы там собираете все по копеечкам эти денежки идете покупать себе морожку блин так круто вообще я купила мороженое мороженое было таким вкусным кстати вот дома вообще не вкусная ну точнее вкусная но какой знаете обычная обычный вкус мороженого а на улице после прогулки блин это просто кайф мы не помыли лапки она была просто в шоке тоже того что мы ее моем она такая что это вода я думаю только люди моются в воде оказывается нет блять от говна-то надо ноги отмыть от чужого причем так всем привет это у нас наверное день 4 после губ 3 и три дня осталось до моего дня рождения сегодня 27 у меня день рождения 30 марта хочу вам рассказать одну вещь про наши прогулки стрессе на губы не обращать внимание это все мы уже гуляем третий день и что я отметила первый день она естественно и было очень сложно привыкнуть к улице потому что куча новых запахов запахов новых звуков людей естественно это стеснение это страх это пер ну типа какие-то эмоции такие которых никогда раньше не было и она естественно не сходила в туалет хотя мы гуляли с ней больше часа уже на второй день она перестала тянуть поводок то есть она шла прямо рядом со мной иногда мне казалось что она убежала потому что я не чувствовала никакого ну движение этого поводка да я думала что она просто убежала и тип лепцы наглядывалась она шла просто прям параллельно со мной на третий день сегодня ну короче гулять не три раза в день утром где-то часов в 10 утра потом в два часа дня или в три и вечером за пару часов до сна короче она очень боится лучше не не нравится вот это все мокрое ей также не нравится мыть лапы то есть она сразу начинает вырываться приходится команду ей давайте положиться а сегодня она познакомилась сама подошла такая здорово с псом каким-то ему там было три с половиной месяца и он был такой здоровый по сравнению с ней ну типа тоже довольно таки мелкая порода то есть не какой-то там знаете трехмесячный бульдог или бультерьер не не от этого они познакомились и вроде все прошло хорошо то есть они понюхали жопы друг друга мирно здорово все прекрасно кофе кофе и торт торт и кофе представляете бесплатно с губами такой пипец произошел короче я ходила сейчас к новому мастеру она мне колола только вот эту вот часть потому что вот но нет это тоже колол на немножко короче мне одна говорила что у меня ужасные губы что с таких губ ничего нельзя сделать да говорит вывернуть невозможно тебе губу у тебя губа ужасно говорит у тебя челюсть торчит нижняя вперед типа как у обезьяны грубо говоря поэтому да да поэтому губу тебе сделать невозможно и взяла и вколола мне в мышцу ну вот здесь у меня короче мышца гилоурон в мышце и там была на последнем приеме у нее была ее подруга которая типа наставница ее она умеет выворачивать она мне проколола первую часть говорит типа тань пойди посмотри как тебе она смотрит и говорит не хуйня типа да наташ давай по новой и и и она и говорит тань а давайте мою руку возьмешь и моей рукой ей проколешь я такая я короче подрываюсь такая ребята подождите это просто жизнь и она мне как-то вколола так что я вообще это было очень неприятно и у меня вздулся шишак сразу же то есть прям и раздулась шишка и она мне говорит пиздец у тебя завтра будет губа просто на пол лица и я говорю я начинаю плакать ну потому что я когда такое слышу я же еще лежу под шприцами мне страшно я начинаю плакать и она начинает на меня орать ты сама попросилась ко мне и еще плачешь здесь сидишь конечно конечно он же все психи и он нормальный на самом деле на который стул об голову себе разбила за жон все подготовились ко дню рождения концы осы ой корни мы осветили протонировали вот следующий раз когда я буду делать коррекцию мы снимем волосы да я правильно понимаю и потом уже их почистим все и потом будет еще красивее но мне очень нравится так ну что мы с вами выдвигаемся домой делаем ставки ребят в комментариях что у меня в квартире разъебано потому что собака была дома четыре часа одна сейчас мне еще час ехать очень рада я что эрика приехал на арбат потому что во первых по арбату прогуляться гораздо приятнее чем вдоль третьего транспортного да или что там какой там кольцо ну в общем павелецкая какой-то рите транспортное мне кажется что по духу не он сказал во вторых тут есть много кафешек в которые можно будет зайти если ты там долго наращиваешься или долго красишься какой-нибудь сложное знаете окрашивание там четырехчасовое знаете как проходит вот мой день я делаю дела точнее я просыпаюсь готовлю завтрак и занимаюсь полной херней потом я еду по делам и как только прихожу домой у меня знаете просто sonic x кроссовки скидываю крутые надеваю вот эти вот кроссовки скидываю куртку надеваю куртку которую не жалко который уже 10 лет хватают собаку чтобы она не обоссалась в лифте и идем гулять то есть у меня просто я как будто работаю по сменам ну то есть в день у меня три смены вот короче гуляем пытаемся пописать я даже ей уже показываю я сужусь сажусь на пол пика писать писать но естественно не понимают так всем доброе утро девочки это у нас последний день моей недели влогов и сегодня еду к папе фотографироваться на фотосессию нужно будет как тут это вот вот корректировать ну чтобы ровные губы были хочу сфоткаться на каблуках потому что уже давно не было как говорится фотографии ты на монтах я на каблуках правда у меня осталось полтора часа до встречи с папой а мне еще нужно накраситься ногу побрить одну и выпить таблетки мне доставили посылку вот я не знаю пока что в ней но мы узнаем это когда я уже приеду потому что мне пора мой папа вообще не любит когда я задерживаюсь даже там на 10 минут для него трагедия помните в начале видео я вам рассказывала о том что у меня проблема с платежом была в авито точнее не с платежом а с машинами я связалась с чуваками из альфа-банка и они мне сказали что мне стоит заблокировать карточку и перевыпустите я я так и сделала и уже второй день я забываю ее забрать но у меня вас за головой это вылетает мне все время касса ну вот же деньги у меня есть на счету типа я могу оплатить а как заблокировано то есть я не могу я не платить ничего вообще не могу ничего делать короче я не помню но но а и он и и и и Пап, это у тебя потому что пальцы потные, ты оторвал кладыш. Сама ты потные, это потому что это, он рассохся, видишь, все, и у нас идет пластмассов, пластмасски, это, думаю, такое, ну, это нормально. Это ямаха оригинальная, ямаха, ямаха оригинальная, ребят, китайская с Алиэкспресса, он заказал себе ямаху. За пять тысяч. Не-не-не. Ты нормальный человек, перебиваешь, ты меня не даешь сказать. Папа говорит, здесь как в деревне, ну, типа, слышимость. Как в селе, как в Корсаково. Так, знаете, как типа, да, чувак, мне купила мама, но не понтоваться, а играть. PlayStation 5 дорогая вещь, не понтоваться, а играть. Вот этот вот арабский шик, это, конечно, просто пиздец. Пиздец, я воскрес. А, сейчас еще покажу прикол. What the fuck? Типа. Че? Показываю вам первым, что мне пришло в посылке. Ребят, я сейчас просто расплачусь. Короче, это наушники такие же, как у меня, зеленые были, только они с подсветкой, эти ушки постоянно светятся, в зависимости от того, какой звук воспроизводится в наушниках. Вот, здесь также змейки, они также подсвечиваются. Для стримов вообще будет супер топ. Вот так они выглядят. И да, у них подсветка прям регулируется. Очень классно, блин. Это мне бабушка на день рождения подарила. В общем, рассказываю прикол. Точнее, это не прикол, это прикол под названием «Моя жизнь». Короче, я вчера, это я снимаю видео уже после того, как я съездила к папе на следующий день. Вот я снимаю это видео. Я, что я показывала? Я, короче, забыла там свою сумку. С наушниками, с ключами от квартиры, с зарядкой, с деньгами, с паспортом. Причем, я туда вчера ездила на такси. 40 минут и 40 минут обратно. Потратила 1000 рублей туда, 1000 обратно. А сейчас придется ехать на метро, потому что у меня день рождения через 2 дня. И мне деньги вообще, ну, нельзя тратить сейчас. Ну, даже лучше лишнюю сотку сэкономить, чтобы, если что, вложиться в день рождения. Кстати, я хочу вам посоветовать супер-тему, просто нереально крутую тему. Если вы любите синабоны, булочки с корицей, но, допустим, у вас в городе нет кафе «Синабон», или вы не хотите тратить, типа, 500 рублей на одну булку, то, ребята, сдобная особа, напишите мне, давайте посотрудничаем. Короче, я вчера в Яндекс.Лавке заказала от сдобной особы. Называется как-то, что-то там «Бон», короче. Не «Синабон», а как-то по-другому. Типа, крем «Бон», вот. В общем, стоит 200 рублей. Там 9 этих булочек. Сверху, я аж плюнусь, блядь. Сверху такой белый крем, короче. Если разогреть в микроволновке, то это получается очень вкусно. Просто пипец. Я вчера в 2 часа ночи съела 3 таких булки. Вот я пешком хожу. Ребята, рубрика «Бесполезные действия» Лиза Мадрид. Первая часть. Я поехала за наушниками же. Ну, в сумке были мои наушники. И я из-за этого рванула на Тверскую, на Тверскую, с Коньковой. Это, ну, чтобы вы понимали. У нас там еще перекрыли 3 станции метро. Приходится выходить, садиться на КМ, это автобус. Это примерно полтора часа. Приехала, наушников в сумке нет. Я звоню Роме, который дома сидит. Спрашиваю, можешь посмотреть наушники в карманах. Он такой, ну да, они здесь. Блядь, просто, просто. Зачем, зачем я поехала? Это просто пиздец. Так, ребята, всем большущий привет. Еще разок. Это уже из моей комнаты видео. Следующий мой влог выйдет через пару дней. И следующее видео, это уже будет влог со дня рождения непосредственно. Но, надеюсь, что к этому дню у меня сойдет отек. Передаю привет Лизе из будущего. И всем пока.